Алексей, искусственный интеллект плотно заходит во все сферы нашей жизни. Я знаю, что у нас есть на Ямале услуги электронные, которые как раз с помощью искусственного интеллекта оказываются гражданам. Вот что это за услуги сегодня? Нельзя сказать, что он способен прям оказывать, и можно выпускать прям на граждан, чтобы он оказывал услуги, принимал решение за человека оказывать, не оказывать услугу. Но он может рекомендовать, он может облегчить работу сотрудника, который оказывает услугу, и порекомендовать, посмотреть заранее, проверить информацию, сказать, нужно обратить внимание, есть ли там все документы, нет всех документов и так далее. Поэтому вот так в чистом виде он не оказывает услуги, он помогает оказать их более качественно и быстро. Пока его надо контролировать человеку? Да, конечно. В плотативном случае возможны разные эксцессы, и нельзя принимать юридически значимые действия, выделение каких-то денежных средств с помощью вот искусственного интеллекта, который бы на 100% это решал. Но в тот же момент он облегчает очень сильно и самим гражданам поиск той или иной услуги. Все, наверное, уже пользовались на госуслугах, там, бот Максим, который тебе просто, когда ты обычным текстом набиваешь, что ты хочешь, какую услугу ты хочешь получить, и он тебе сразу дает на нее ссылку. Тебе не нужно ходить по всему порталу, есть тысячи услуг, которые есть по всей России, искать то, что именно тебе нужно, а он целенаправленно уже подсказывает именно ту услугу, которая тебе нужна. Помимо этого, еще искусственный интеллект, где, в каком проявлении он есть как раз в оказании услуг? Это в основном поиск, возможно, первичная проверка документов, информации, которую предоставил именно гражданин, но также он применяется в других сферах, ну, не явно связанных с услугами, но, допустим, там по медицине. Это проверка снимков. Если доктор проверяет снимок КТ или МРТ, у него уходит на это очень много времени, и миллионы снимков он проверить не может. Обученная модель искусственного интеллекта может проверить миллионы снимков за 10 минут и подсветить те снимки, по которым есть вопросы, а потом уже их посмотрит доктор. Вот таким образом получается на ранних стадиях выявлять те или иные заболевания, потому что модель есть, ее обучили, она не есть, не кушает, не пить, не просит, она работает. Пожалуйста, миллионы снимков. Можно, когда человек приходит и делает снимок КТ по одному направлению, там есть какие-то подозрения, этот снимок все равно отправляется искусственному интеллекту, он дает заключение, есть или нет. То есть почему бы и не отправить, вдруг что-то найдется, такое заболевание, и можно будет на ранней стадии его предотвратить. У нас сегодня в медицине на Ямале используется искусственный интеллект? Также для распознавания чтения, снимков и так далее? Да, используется. И уже сейчас, смотрите, используется, уже точно используется именно модель, которая сделана была в Москве, и она используется для снимков, распознавания, там как сервис используется у нас. И сейчас прорабатывает с коллегами вопрос именно использования по анализу медицинских карт на предмет прогнозирования того или иного заболевания. То есть по всем анализам смотрят, смотрят, это же модель, которая внутри развернута, и она дает рекомендации врачу, на что нужно обратить внимание. Где еще искусственный интеллект в наших сферах есть? В строительстве, образовании? Но образование, наверное, точно. Но образование тут больше заходит с точки зрения использования искусственного интеллекта учениками, которые генерят свои рефераты и так далее. Контрольные, да, и так далее. Да, он тоже очень сильно помогает. А вот в департаменте транспорта пилотируется проект по фиксации трещин, не надлежащих в состоянии именно дорог. То есть там есть готовые комплексы, на автомобиль устанавливается, автомобиль проезжает, и он фиксирует, что здесь разбита дорога, и фиксирует там координатами, и все это протоколируется, и можно будет сразу отдавать подрядчику, который ведет этот кусок дороги. Вот сейчас прорабатывается вопрос активно во всех сферах, во всех сферах госуправления. Начиная от дороги, архивное хранение, то есть даже в архивном хранении это перевод старых записей в текст, и чтобы можно было найти, посмотреть, о чем говорили все архивные записи, которые нанесут историческую ценность и так далее. На всех сайтах органов власти и муниципальных образований, школы, детские сады, для облегчения работы сотрудников пресс-секретарей сделана нейросеть, в которой делается основной контент новости, в указываются некоторые параметры, и как раз запускается нейросеть, которая генерирует это красивым, понятным для гражданина языком. Там тоже есть огрехи, там нужно проверять, но уже не нужно из себя выдумывать именно весь текст, чтобы красиво его описать. А качество? Не страдает? Качество наоборот улучшается. То есть здесь же как раз появляется человек. То есть там богаче язык получается? Да, там сильно богаче язык, чем... Во-первых, все люди разные, все пресс-секретари разные, а там огромный багаж языка, огромный объем информации, на которых обучалась нейросеть, огромный объем именно литературы, статьи, вот на этом она обучается, и в дальнейшем она применяет у себя при написании той статьи. Использует такие обороты текста, чтобы это было максимально понятно. Говорят, человеческий фактор сработал. То есть это, возможно, какая-то ошибка. Вот в работе искусственного интеллекта может быть какие-то сбои ошибки? Всегда есть вероятность ошибки. Не точность запроса? Нет, не точность запроса, не точность выводимого результата. Не факт, что правильный был запрос, и не факт, что он увидит правильный результат. Даже тот же пример со снимками, он подскажет именно те снимки, на которые врач бы не смотрел вообще по этому направлению. Но он там подсветит 10 из 1010, на которые нужно обратить внимание, и в них 3 найдется, в которые точно это было правильно, и их нужно было посмотреть, а так бы их вообще не посмотрели никогда. Десятки лет учатся для того, чтобы уметь прочитывать это все. А тут за 10 минут машина может... Да, по снимкам, по компьютерному зрению, там добиваются очень хороших результатов. И вообще, одно из таких больших направлений, помимо языковых моделей, которые сейчас очень популярны, это компьютерное зрение. И оно используется не только в медицине, допустим, кейсы по распознаванию всех номеров, машин, количество трафика. Все это можно будет анализировать, и в дальнейшем менять направление, принимать решение, нужно расширение дороги, не нужно расширение дороги. Уже реализуется даже в нас, в Салехарде, определение, сколько людей находится в кадре. Допустим, есть детская площадка, на ней установлены камеры, видеонаблюдение, с тем determinей наблюдения. На нее подключается нейросеть, которая фиксирует, что вот в такой-то момент времени там пять человек на площадке. Из этого уже можно понимать и вводить там, допустим, на карту, насколько загружена или не загружена площадка, есть ли там сейчас люди, можно-то пойти поиграть и так далее. Далее, конечно, в госсекторе это может применяться для того, насколько вообще загружаема площадка, необходима ли там постройка новой площадки. Теперь хотелось бы, конечно, о безопасности поговорить. Насколько это безопасно сегодня все-таки впускать искусственный интеллект в нашу жизнь так активно? С точки зрения безопасности, на что больше всего и меня на самом деле беспокоит, это направление искусственного интеллекта использование его мошенниками. Ну, то есть сейчас любой нейросетик... То есть они его чаще используют, чем... Нет, они его не чаще используют, видимо, еще не догадались, но подделать голос, позвонить ребенку или сделать видео о дефейке, это очень распространенная история. Есть нейросети, которые, наоборот, с этим борются, которые обучаются на то, чтобы определять нейросети. Но вот с точки зрения безопасности, самая большая проблема именно вот в этом. Но тут какого-то придумать даже ограничения пока не получается. Вы когда отвечаете на телефонный звонок, он уже может быть записан, и там небольшого набора слов хватит для того, чтобы воспроизвести ваш голос, и потом его поделать. Идеально воспроизвести? А вообще-то на слух не определить, что это... что-то здесь не так? Нет, сейчас уже такой уровень, что на слух не определить. Есть какие-то огрехи, есть... Буквально вчера смотрел статью, как дизайнер определяет то, что сгенерировано нейросетью, а что не сгенерировано. Вот дизайнер, да, определяет. Но вот тут вот цвета неестественные, так дизайнер делать не будет. Это он там определяет. Это специалист. Если обычный человек будет смотреть, он никогда не определит, что сгенерировано нейросетью, что там дизайнер нарисовал. Хотелось бы к порталу Госуслуг тогда вернуться. Там насколько безопасна сама система и работа вообще с ботом? Потому что именно сегодня портал госуслуг, ну такой основной, где мы получаем все услуги. Там все защищено, там все модели нейросети, которые там используются, это все закрытый контур, это никуда не отдается, обрабатывает сразу же внутри, поэтому там можно быть спокойным. Что-то появится вот именно с использованием как раз искусственного интеллекта? Нельзя сказать, что они прямо появятся, когда что увидят граждане. Пока это такой очень для нас чувствительная зона, нельзя ее использовать, мы для себя решили. Но в работе за периметром, то есть вы подали заявление, там появляется, это уже появляется. За кулисье, да? За кулисье, да, чтобы эта услуга отказывалась максимально эффективно, максимально быстро, и там исключался тот же самый человеческий фактор, где-то недосмотрели и так далее. Вот здесь в помощь сотрудник, который оказывает, там уже будет использоваться. Субтитры создавал DimaTorzok